МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пострадали оба водителя. Крупная авария при въезде в поселок Салмычи. И как желающие взять в долг оставались без квартир? Деньги за аварий. Получается, они взяли на аварий. Другие пиццы. Мошенничество на десятки миллионов рублей. Это и не только. Прямо сейчас. Скончался на месте после шести ножевых ранений. Сегодня утром в собственной квартире в одном из домов на улице Хайдара Бигичева был убит пожилой мужчина. По версии следствия, мужчина во время распития спиртных напитков что-то не поделился своим гостем. Вспыхнула ссора. Она и переросла в поножовщину. В результате один человек погиб на месте, второй, подозреваемый в убийстве, с ранениями, находится в больнице. С места происшествия репортаж Шинафиса Минязовой. Все произошло вот в этой, 84-й квартире. По словам соседей, здесь часто устраивали бурные застолья, да и сам хозяин любил выпивать. Вот и в этот раз двое собутыльников поругались, что-то не поделили, и один из них схватился за нож. По версии следствия, двое мужчин во время распития спиртных напитков начали ругаться. Хозяин квартиры, как установили следователи, в порыве гнева взял нож и ударил собутыльника в шею. Однако последний смог выхватить оружие у обидчика и сам нанес нападавшему шесть ударов ножом. В результате хозяин квартиры от полученных травм скончался, а его гость убежал с места происшествия и обратился в больницу за помощью. По словам соседей, у убитого за спиной уже есть уголовное прошлое. Только за что он отбывал наказание и сколько раз, они точно не знают. По-моему, тоже у него что-то было по ножовчине. У него недавно, в том году, да? В этом году. Зимой вот так. По ножовчине было. Рассказывают, что в феврале этого года убитый привел в гости женщину и мужчину. В тот раз, говорят, ссора произошла из-за дамы. Тогда мужчина объяснил, что как мог защищал ее честь. Мол, его собутыльник хотел надругаться над женщиной и кроме него за нее постоять было некому. Тут мужик начал к этой женщине припевать. И тут у нас же он пырнул. Ну, весь крови вот так вот по локоть был. Его потом выпустили. Сейчас по данному факту в Следственном комитете возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». О самообороне речи не идет. Четыре из шести ножевых ранения были на спине убитого. На Феса Минязова Константин Бушуев. Вызов 112. В Татарстане в частном доме сгорел 33-летний мужчина. Трагедия произошла в селе Чутеево Кайбетского района. Сообщение о пожаре в частном доме поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 от соседей. Они же и встретили сотрудников добровольной пожарной команды у горящего дома, рассказав пожарным, что в горящем помещении может быть человек. Огонь к тому времени охватил весь дом и уже перекинулся настоящее рядом с домом сарай и баню. Справиться с огнем спасатели смогли через полчаса. Все три горящих строения были полностью уничтожены огнем. При разборе завалов пожарные обнаружили тело 33-летнего владельца дома. По предварительной версии причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Два человека пострадали в результате аварии на улице Сабит. Это рядом с жилым массивом Салмычи. По предварительной версии водитель автомобиля Hyundai Solaris выехал на встречную полосу прямо в лоб едущему там Renault Duster. Удар был сильный. Машины превратились в груду металла. Обоих водители госпитализировали приехавшие на место происшествия медики. Нафиса Минязова была на месте аварии. Автомобили после столкновения превратились в груду металла. При въезде в поселок Салмычи на высокой скорости лоб в лоб столкнулись автомобили Hyundai Solaris и Renault Duster. Одно из машин после удара выбросило с дороги в кювет. Другая осталась на дороге и сильно затруднила проезд для остальных участников движения. В результате аварии сильно пострадали оба водителя. Лобовой удар двух иномарок был настолько сильным, что автомобиль Renault даже отбросило на обочину. Обоих водителей с различными травмами госпитализировали в больницу. По словам очевидцев, водитель Hyundai выехал на встречную полосу и просто протаранил французскую иномарку. Почему? А также степень вины каждого из водителей теперь предстоит выяснить автоинспектора. И вероятнее всего только после того, когда их обоих выпишут из больницы. Семилетнего ребенка сбили прямо на пешеходном переходе. Девочка перебегала дорогу на мигающий зеленый сигнал светофора. На пересечении проспекта Ибрагимова и улицы Восстания ее сбила 34-летняя автоледи на автомобиле Вольво. Что помешало остановиться, рассказать она не захотела. Школьницу госпитализировали в детскую республиканскую больницу. Степень вины водителя будет определена после постановки точного диагноза потерпевшей. Перевернулась на крышу. На Кировской дамбе автомобиль Hyundai Getz не удержался на колесах и совершил опасный кульбит. За рулем иномарки находилась автоледия. По предварительной версии автоинспекторов, она не справилась с управлением и машину занесло. Женщина просто чудом не вылетела с моста. В результате происшествия никто не пострадал. От перестановки мест слагаемых результат для 27-летнего жителя Нижнекамска поменялся кардинально. Молодого человека обвиняют в мошенничестве в сфере страхования. Вместо покрытия всех убытков он оказался на скамье подсудимых и теперь сам должен страховой компании. Сергей Хайдаров о том, где заканчивается защита интересов страхователей и начинается уголовное дело. Ранее не судим, женат, воспитывает ребенка и не думал, что обычное в общем-то дело, но не в нужное время, приведет его на скамью подсудимых. В октябре минувшего года 27-летний молодой человек попал в аварию. Повредил чужую машину. Полиса ОСАГО у него не было, в чем и признался второму участнику аварии. Договорившись с ним, купил полис и уже после этого стали оформлять аварию. Но обман раскрылся. Своими противоправными действиями Габдольн причинил акционерному обществу страховая компания Чулпан материальный ущерб на общую сумму 154 780 рублей. В судебном заседании подсудимый Габдольн вину по предъявленному обвинению признал. Подсудимый частично уже возместил ущерб. Суд учел раскаяния молодого человека и наличие семьи с малолетним ребенком. Отягощающих обстоятельств не было. Признать виновным в совершении преступления. Предусмотрим частью первую. Статья 159 Прима 1 Уголовного кодекса Российской Федерации назначить ему наказание в виде обязательных работ сроков на 180 часов. Теперь кроме обязательных работ он обязан будет до конца возместить материальный ущерб страховой компании. Это 104 тысячи рублей. Сергей Хайдаров, Светлана Шумкова, Рафаэль Ракипов. Вызов 112. Говорили, что заключают договор займа под залог жилья. На самом деле это был документ купли-продажи. В Приволжском районном суде рассматривали дело о крупном мошенничестве. По версии следствия подсудимые пять человек вперед с 2013 по 2016 годы обманным путем присвоили себе квартиры 20 граждан. Жилье тут же продавали, что становилось сюрпризом для пострадавших. Общий причиненный ущерб составил 48 миллионов рублей. Один из пострадавших рассказал Рамилю Шайдулину все детали обмана. Деньги взял, а нельзя не продать его. Ленар Нурмухаметов один из потерпевших по данному делу. Рассказал, что в 2015 году взял в долг у ныне подсудимых около трех миллионов рублей. В залог оставил дом. В документы, видимо, особо не вчитывался. В итоге имущество потерпевшего продали и его даже не предупредили об этом. В доме, получается, нельзя продавать другие пиццы. В его доме сейчас, говорит, живет какая-то женщина со взрослой дочерью. Он так и не знает, то ли они также стали жертвами этих мошенников, то ли были с ними в сговоре. На судебные разбирательства они были приглашены в качестве свидетелей. Однако явиться на него не захотели. В настоящее время судебное следствие продолжается. Допрошено потерпевшее. Свидетели на судебное заседание не явились. Дело отложено на 12 июля 2018 года. Всего в деле 20 пострадавших. Общий ущерб 48 миллионов рублей. Но подсудимые с этим не согласны и вины своей не признают. Рамим Шайдулин, Нафиса Минязова, Адель Малахметов. Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50. Или на мобильный 8 98 69 112 112. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте. Туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова